ДИФМ Кратко пробежимся по тому, чем ты занимаешься Ты видосики снимаешь в тиктоке, во всякие соцсети Танцуешь и поешь Ты к нам с треком пришла сегодня Мы взяли сестру У нас будет сестра Но не только сестра, я так понимаю, у тебя там вышла Правильно? Целая пишка Конечно, да Вообще за это время, за эти два года у меня много треков вышло Штучек 10 Сразу 10? А в прошлый раз, когда я приходила, я приходила на ДИФМ только со своим первым треком Ну что ты скажешь по прошествии пары лет? Нравится он тебе до сих пор? Да, ну знаешь, конечно, мне мои новые треки нравятся больше Они все-таки уже более такие танцевальные, движовые Это как раз то, к чему я стремилась У нас ДИФМ танцевальное радио И у меня треки танцевальные Поэтому Вот недавно выпустила альбом 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 это очень круто, про него мы обязательно поговорим Но хочется сначала немножко про тебя Про то, как у тебя что-то успело поменяться Что у тебя интересного произошло Например, год назад ты вдруг стала женой Ну не вдруг, мы долго к этому шли Долго к этому шли Расскажи, пожалуйста, как вот целый год прошел семейная жизнь для тебя, у тебя Как оно по ощущениям? Слушай, ну конечно, отношения стали более близкими, более доверительными Все равно для каждой девочки важно где-то в глубине души выйти замуж Побыть немножко на свадьбе принцессой Поэтому я очень рада, что все так получилось И вот год назад мы отыграли свадьбу Да, ну что-то действительно изменилось вот между вами Или по сути-то то же самое все просто Конечно, изменилось Я считаю, что изменилось Больше доверия Ты уже вот просыпаешься утром и видишь Это рядом твой муж лежит Все Ты говоришь муж, кстати говоря Конечно, да Он у меня записан Муж в телефоне Ну, естественно, да А ты у него, кстати? А я у него поле Ну вот, пожалуйста, делайте мои вот друзья По поводу еще музыкальных твоих изысканий Расскажи, пожалуйста, ты еще что-то необычного выпускал В плане того, чтобы поиск музыкальной себя был у тебя? Какие-то, не знаю, необычные жанры, может? Ты знаешь, так получилось, что вот второй мой трек Он сразу стал супервирусным Я уже начала двигаться в таком направлении Веселых, немножко шуточных треков Они все танцевальные Они все супертрендовые Под них снимают видео и маленькие дети, знаешь, которым годик И взрослые бабушки, дедушки У тебя очень необычная выборка, знаешь, целевая аудитория Что касается твоей вирусности этого самого трека Соцсети сильно помогли в этом вопросе? Потому что у тебя они большие, раскачанные Соцсети помогли, но больше мне помогло в создании трендов Именно насмотренность и уже опыт Я уже чувствую, что зайдет И каждый трек, когда я делаю на студии, я его протанцовываю Протанцовываю? Да, это очень интересно Хорошо звучит Только мы запишем демку, я сразу включаю его и начинаю танцевать Вот если танцуется, значит трек классный Если так себе, то мы не выпускаем это О, нет, а быть много таких треков отложенных? Отложенных? Кстати, нет Все танцуется Обычно все начинается с танца Я придумываю танец, потом уже мы придумываем текст и бит Ой, это очень круто звучит Ребята, как раз нам нужно музыку послушать Пусть у вас танцуется Оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим наше общение Трай, вот она, к слову Полин Дубкова у нас в гостях Это ее трек, только что был, ну что, зарядил тебя он? Конечно Ну-ка, потанцевала, потанцевала, это правильно Ну что, так поговорим про него как раз сразу Что значит, про какую сестру ты только что трек написала? У меня есть сестренка двоюродная, вот про нее написала Правда или нет? Да, конечно, конечно, правда У меня альбом называется «Семья» И каждый трек про одного из членов семьи У меня есть трек про папу, маму, брата и сестру Все они супер танцевали, супер веселые А на обложке у тебя Доминик Торетто, я надеюсь, который такой И кто сказал «Семья»? Нет, на обложке я Ну хотя бы лысая Как Доминик Торет, было бы очень хорошо просто Я хотела, хотела, да Это было бы прекрасно, на мой взгляд Ну ладно, давай тогда поговорим про мухи творчества Твои, которые у тебя случились, когда ты писала Ты говорила, что нужно было написать достаточно все быстро Как оно тебе далось? Слушай, далось Кстати, мне все понравилось Ничего бы Я на самом деле обожаю творческий процесс Обожаю создавать что-то новое, чего еще никто не делал И действительно, вот такой альбом с треками Причем треки, они супер современные Про молодых мам, про молодых пап Ты к этому стремишься? Ну, возможно Потому что я уже читал где-то в интервью у тебя Как ты серьезно отвечал, когда будет ребенок Ну как будто ты, знаешь, морально не отрицаешь эту ситуацию И уже хотелось бы даже Конечно, уже хотелось бы, но пока что работа Пока что вот треки, танцы, все такое Это хорошо У тебя звук такой фонковый Ну, по биту Да, все модное, молодежное Все так должно быть, да Все, понял тебя Ты рассказывала, что Как ты в прошлый раз приходила Когда я думал, год назад На самом деле, два года назад Что вы друг другу с твоим мужем замечательным Очень помогаете в создании музыки Сейчас так же? Да, ну в основном свои треки я пишу сама Да Я обожаю прям сесть на студии И писать, 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 писать Именно с точки зрения текста или с точки зрения музыки? С точки зрения текста, конечно Музыку создает мой музыкальный продюсер Ничего себе Ну что ж, надо будет с ним тоже поговорить Но давай еще сейчас с тобой поговорим Это то, что ты ждала Это то, что ты хотела, чтобы тебя поснимали Это жим или жим-жим Он самый, друзья Мы добрались Обожаю, Курлобряков В прошлый раз ты сказала Жень, я думал, что будет жестче Я написал пожестче Чуть-чуть Я написал чуть-чуть пожестче, как ты и хотела Жим или жим-жим? Это очень просто Я задаю тебе вопросы Ты говоришь Жим, если готова на это Жим-жим, если не готова Ну что? Слушай, я путаюсь между этими Жим-жим-жим Может быть мы сделаем Да, нет? Нет Жим или жим-жим Поехали Я запутаюсь Итак, поцеловать незнакомца на улице Жим-жим Показать скрытые фото на своем телефоне Жим-жим Написать Пошел к черту кому-нибудь из контактов И не отвечать сейчас Жим Опа, сейчас проверим Прогуляться по центру Москвы босиком Жим Спросить у пяти незнакомцев на улице Сексуально ли ты? Жим-жим Согласиться на стоматолога без наркоза? Жим-жим Не готова к этому Нет Давай, доставай телефон Сейчас будем писать кому-нибудь это Давай, давай, давай Пиши мужу Пиши мужу прямо сейчас При нас Ну, ребят, вы жесткие, конечно Давай, давай Ты хотела? Ты хотела? Если развод будет То вы будете в этом виноваты Ну, слушай, тогда это номерок Ну, опиши Давай Ну-ка Давай И показывай нам, ты что? Прям так писать? Да Да, да, да Иди к черту Разумеется И час не будем отвечать Ну, по крайней мере, до конца нашего сегодняшнего интервью Вам меня совсем не жалко, да? Мы тебя жалеем Мы тебя любим Ладно, вот я написала Вот И сразу поедем Иди к черту Подождите сообщение Отлично Ну что ж, друзья Посмотрим, что из этого выйдет Ты им на многое сказала Нет, например, показать скрытые фото Там, наверное, обложки на следующие треки И ты не хочешь полить их, правильно? Нет, на самом деле Там всякие смешные видосы Что? Ты прячешь смешные видосы? Конечно Таком видео, это не смешно Это нормальная, здоровая ситуация Потому что нет такого, там нет Ладно, ну смешные видосы Я понимаю тебя прекрасно Потому что ты скидываешь их друзьям А потом такой Зачем мне это вообще здесь все? И потом Там как я лежу, там храплю, что-нибудь такое О, ты храпишь? Бывает А ты нет? Ты поэтому не спишь? Да Муж подходит Просыпай Я тоже хочу спать Пожалуйста Ты два года уже занимаешься музыкой Это круто Что ты поняла за эти два года? Какие выводы успела сделать? Ведь наверняка у тебя случились свои шишки Ты что-то набила И как-то, в общем, делала какие-то выводы Ну слава богу, что у меня только в гору все идет То есть не было такого, что это наш провальный трек Нет С каждым треком все больше аудитория растет Все больше просмотров на клипах Мы занимаем первые места в трендах Ютуба Это очень круто Можно я жесткую шутку скажу? Конечно, аудитория растет Твоя аудитория — это дети А что там плохого, кстати? Ну это такой просто подколечка небольшой Ничего жесткого не вижу в этой шутке Да? Ну слава богу Конечно, ну что плохого у этих детей? Дети точно хорошо Ты, кстати, вот сказала, что у тебя все в гору Как ты думаешь, а ты морально готова к тому, что трек какой-нибудь провалится? Нет, не готова, но я этого не хочу Допускать Нет, нет, конечно, допускать этого точно не стоит И нужно делать максимум Но мне кажется, в моменте, не знаю, как это Жесткости душевной, которая помогает тебе воспринимать какие-то неудачи Есть тоже что-то положительное Ну конечно, да Ты вообще умеешь принимать поражение? Нет Не умеешь? Нет Я стараюсь сделать все ради результата И особо... Ну зачем грустить от поражения, если можно сделать все для того, чтобы победить и не грустить? Слушай, ауф, я бы сказал Ауф! Потрясающие слова С этими словами мы двигаемся дальше А ты пока, кстати, не отвечай на сообщение, если они тебе верили Ты не прилетела ли пока? Пока нет Похоже все Я в черном списке Может, стоило написать это в его сердце, раз он даже не отвечает Ладно, я шучу, конечно, но я уверен, что у вас все замечательно Ребят, слушаем музыку и остаемся с нами, конечно Алла Хендерсон у нас только что здесь в эфире позвучало Полина Дубкова у нас в гостях Тебе еще раз огромный-огромный привет Hello Она пыталась написать Казану, что она, между прочим... Я пыталась отменить свое сообщение, которое мы отправили на спорт Ну вот она... Он пока не отвечает, и меня это очень пугает Да все будет в порядке, все будет хорошо Я ему уверен Смотри, все, мой развод на твоей совести Неловко будет, конечно, но не будем... Все будет хорошо, давай об этом думать Как твоя музыкальная карьера повлияла на твою узнаваемость? Она стала больше? Вот ты встречаешь людей, тебя узнают именно как блогера Или как музыкант-артиста Или это в целом уже в какую-то единую такую штуку слилось? Это она называется я Сейчас узнают в основном как артиста И я даже не ожидала, что это будет настолько масштабно Если мы идем мимо молодых ребят Вероятность 95% что они подойдут и сфоткаются Серьезно? Ну это еще значит, они не стеснительные Да, да Они, кстати, все у меня очень добрые Если они встречают меня где-то на съемках Мои подписчики, моя аудитория Они подождут, пока я сниму Кончика подойдут, спросят Нет такого, что они мешают мне как-то Или наглеют Знаешь, бывает такая аудитория у ребят Агрессивная? Нет У меня все очень добрые, очень хорошие Комплименты говорят В общем, приятная аудитория Это очень мило При этом ты часто снимаешь ролики в общественных местах Каких-то Там не бывает такого, что Ну дайте уже снять, пожалуйста Ты знаешь, я даже клипы иногда снимаю в общественных местах Мы недавно снимали вот как раз на трек Папа Клип прямо в парке И попадали в этот клип случайные люди со своими реакциями В основном это удивление Но бывает, люди начинают танцевать вместе со мной И это самая офигенная реакция Ой, это очень мило Про Папу потом поговорим Пока Мы поговорим про маму Хорошо Потому что будем сейчас именно этот трек с тобой слушать Расскажи, пожалуйста Какой у тебя, кстати, первый трек в итоге по эпишке был написан? Написан был сначала трек Папа Поскольку мои треки, они в стиле бразильский фонг Очень часто там используется как раз слог Па И зацикливается так Па-па-па-па-па Я подумала, ну надо сделать трек про Папу Фонг? Ну да Это так называется Ты что, не в тренде? Извини, пожалуйста Я просто фонг понимаю, да Что ты говоришь А вот бразильский фонг? Бразильский фонг Это смесь фонга и бразильского фанга Которая обычно играет в фавелах То есть там ритмика такая же А, ничего себе Слушай, очень круто А ты что, как хорошо музыки начала разбираться? Я всегда хорошо разбиралась Потому что я танцую И, конечно же, работала с музыкой очень много Ну что ж Давай посмотрим, как ты поработала Маму твою послушаем сейчас Погнали Погнали Ну вот и мама этого трека Полина Полина Дубкова Ну что, у тебя Какой трек у тебя любимчик, скажи, пожалуйста Наверное, мама Да? Да, я хотела написать не просто такой трек про маму Как раньше писали Такой Да, грустный Слезливый, грустный Грустный Нет, я хотела про молодую маму Которая вся такая на стиле На бизнес-движениях И при этом она еще и классная мама Которая классно выглядит Слушай, ну вот я слушаю этот трек У меня складывается впечатление Вот не про маму В классическом понимании А про Шугу маме А на самом деле у меня все треки Так Их можно понимать по-взрослому Можно понимать по-детски Да Ой, слушай Ну тогда да, наверное Ты это что-то обо мне договорил Кстати, треки Папа, брат Да все они на самом деле такие Все понятно с тобой Вот этот бит Он чувствуется и здесь И в этом треке тоже Который ты вот и назвала Бразильский фонд Фонд, да Но здесь больше мы смешали с хаосом И он стал такой более попсовый Да Расскажи, пожалуйста, про свои Какие-то будущие изыскания Уже у тебя Есть какие-то наметки на то Что ты будешь делать дальше Конечно есть У меня есть принцип Я не рассказываю о своих планах Ну что ж А, да Ну понятно Поэтому наслаждайтесь Теем, что уже вышло Ну хотя бы давай так О том, что будет дальше В вопросе жанра Это будет немножко другое? Я придерживаюсь всегда Только одного правила Это должно быть танцевальное Все Да Тогда такой вопрос Ты танцуешь под свои треки Вот сейчас здесь И у тебя под каждую Уже заготовлены Определенные несложные движения Которые Это специально Для того, чтобы задать Ну конечно, я же говорила Я сначала придумываю танец Потом трек Это необычно Это необычно Никто так больше не делает Ну хотя бы бит должен быть сначала Чтобы попадать А мы одновременно все делаем У нас такой симбиоз С человечком, которым не делает биты Слушай, это очень круто Скажи, пожалуйста Тогда вот такой момент У тебя уже много вообще реакций На твои собственные треки? Я имею в виду Много ли снимают клипы Вот именно с такими движениями Или что-то новое кто-то придумывает? Пока что все рекорды Побил трек Зомби Цитату, знаешь У тебя есть хобби Бегать за мной как зомби Ну слушай Да, там снимали более трехсот тысяч видео В соцсетях Это много Это очень много Да Я просто, у меня в голове не укладывается То, что триста тысяч человек Встали и станцевали под мой трек Представляешь? Это же не просто послушать Это нужно прям постараться Да-да-да Еще не один раз надо послушать Как минимум Чтобы станцевать-то под трек Слушай, ну я так скажу Зомби же за мозгами охотятся Значит они у тебя есть Видишь? Вот, отлично Видишь, как получилось Спасибо Такой комплимент Ладно, ну что Давай будем заканчивать Скажи, пожалуйста Где тебя можно поймать Найти Чтобы, может, концерты у тебя какие-то Послушать лично Да, ближайшие концерты у меня В Узбекистане и в Казахстане Ого На фестивалях выступаю Будет круто, приходите И всех будешь заставлять танцевать Ты будешь учить перед... Я не заставляю, они сами танцуют Ну и правильно, конечно Всего лишь угрожаю Мы когда выступаем Ребята уже, видимо, из клипов Из трендов Знают наши танцы Я танцую И все зрители танцуют вместе со мной Это очень круто Кстати, по поводу клипов Ведь есть клипы на все тратят уже Да Вот, ребят, бегом смотреть Прям вот с этими самими движениями Ну что? В последнем месяце я выпустила 4 клипа Как раз таки на альбом Family Вот мы и будем смотреть Полина Дубкова у нас была в гостях Спасибо большое, что пришла Спасибо тебе огромное Спасибо вам за приглашение Было танцевально Хорошо и интересно Приходи снова, будем тебя ждать Но я тоже на этом моменте прощаюсь Далее, ну, совсем скоро Встречается Тёма К чему-чему шоу Меня зовут Женя Кротов Всем пока ДИАМ